Добрый день! Сегодня у нас проходит лекция Дмитрия Пштейна, кандидата физико-математических наук, старшего преподавателя физико-математической школы СУНС-НГУ. И Дмитрий расскажет нам о рабочих картах звездного неба на уроках. Добрый день! Спасибо большое за внимание и за приглашение. Давайте начнем. Я сразу предупрежу, у меня презентации, они всегда вот так немножко шевелятся, вращаются, меняются, это нормально. Да, и доклад мой называется «Демонстрационная рабочая карта звездного неба на уроке астрономии». Дело в том, что на самом деле, наверное, каждый преподаватель астрономии знает, что основным инструментом, которым он сталкивался с тем, что основной инструмент, который нам и доступен, и наиболее часто используется во время уроков астрономии, это карта звездного неба. Но появились эти инструменты достаточно давно. На самом деле, первые астрономические карты или атласы, как их еще называли, появились первые изображения еще несколько десяти тысячелетий назад. То есть, это вот изображение из французской, насколько я помню, французской пещеры Ласка, датированное, по-моему, вторым десятком, 20 тысяч что ли лет назад. Они изображены, и это изображение как раз созвездий на небе. Некоторые люди пытаются тут угадать созвездия Тельца. Но пойдем чуть дальше, лучше, на самом деле, поговорить про средневековые карты, которые появились в среднем веке и даже в позднем средневековье. Это, наверное, самая известная карта, которую построил Джон Байер уранометрия 1603 года. Причем их было несколько изданий. Вот в данном случае здесь приведены вот у меня картинки. Это 1663 года. Это уже не первое издание, но карты Байера специфичны тем, что Байер был первым, кто придумал показывать... Почему у меня появилась картинка? Сейчас я прошу прощения. У меня, похоже, здесь не загрузились картинки. Иногда так бывает с этой системой. Сейчас я ее перезагружу заново. Прошу прощения, сейчас эту проблему я решу. Там картинки одна не загрузилась, и сразу видно, что не хватает картинки. Так, режим показа. Сейчас. Байер был первым тем, кто начал именовать звезды по яркости в разных созвездиях и придумал как раз нам привычное обозначение альфа, бета и другие звезды в созвездиях. Наиболее известная на сегодняшний день, наверное, тех времен карта, это карта Яна Гивелия, изданная в 1690 году. Причем я нашел ее уже в разукрашенном варианте, но практически именно эти созвездия, эти изображения созвездий встречаются сегодня во всех атласах звездного неба, которые мы можем встретить в различных программах мобильных планетариев и на различных картах. Более позднее издание уже 18 века Джона Флимстида отличалось, и я привожу его здесь, потому что оно в отличие от изображения. Вот смотрите, интересный момент. Что у Байера, что у Яна Гивелия, изображения созвездий были проведены, ну, так скажем, люди были проведены со спины. Флимстиджи, в отличие от них, изобразил людей, как, стоп, вернусь, изобразил людей с, так скажем, с лицевой стороны. Он развернул людей к нам, и это было, наверное, главное отличие его карт. Ну, не считая того, что к тому моменту, как он начал, его изображения карт были более точны, Джон Флимстид изобразил около 3000 звезд на своих атласах, которые были видны в Великобритании, где он проводил наблюдения. И этот атлас, кстати, был издан уже через несколько лет после его смерти по как раз его таблицам координат звезд. Современные же карты, которые мы можем встретить, это был такой небольшой исторический экскурс, но эти карты больше несут, наверное, на современный момент эстетический или исторический характер. Как я рассказывал, кстати, упоминал вчера, вот смотрите, здесь интересный момент, что карта, например, Яна Гивелия, если ее внимательно смотреть, будет видно, что на самом деле ограничен круг полушарий здесь южного и северного не по небесному экватору, как нам привычно, а по экваториальному кругу, ой, по экваториальному, по эклиптическому кругу, то есть по эклиптике. А некоторых школьников очень вводит ступор, когда их спрашиваешь, а почему центр карты находится вот здесь, в созвездии дракона, а не, как нам привычно, в полярной звезде, вблизи полярной звезды. Школьники теряются, и через какое-то время наиболее сообразительные из них замечают как раз, что карта делится по эклиптике, по траектории движения Солнца, а не по небесному экватору, как привычно в современных картах. Современные же карты у нас встречаются с двух вариантах. Либо это настенные карты, как я уже рассказывал вчера, немного беседы после лекций. Эта карта, вот как раз демонстрационная подвижная карта звездного неба, изданная в 70-е годы. Или если же вы наберете в поисковой системе карта звездного неба, то вы увидите один из двух вариантов, либо такую, либо такую карту, которые на сегодняшний день, наверное, являются самыми распространенными в интернете картинками, изображающими звездное небо. Я сейчас говорю не о плакатах, как наподобие того, что за моей спиной висит, а именно о тех черно-белых вариантах карты, которые можно напечатать, чтобы раздать в классе для работы на уроке. Но давайте немножко поговорим о том, как вообще выглядят кабинеты, если таковые имеются кабинеты астрономии. Вот я являюсь руководителем кружка астрономии в Клубе иных техников в Академгородке, и, к сожалению, сегодня добраться до кабинета я не успел, чтобы вам его поремонстрировать, но у меня есть хорошее изображение того, как выглядит этот кабинет. И у меня в кабинете, вот в частности, слева от двери сразу на входе висит вот такая большая карта звездного неба, она подвижная. Это как раз вот такой большой подвижный круг, выполненный, скажем, закрепленный на фанере еще в 70-х годах и спрятанный в короб, и под матированным оргстеклом находится, вот здесь как раз находится отверстие, ну, окошечко, через которое можно рассматривать видимую часть звездного неба, и эта карта вращается, для этого надо вот здесь снизу открыть дверцу, запустить руку и превращать эту карту. При этом можно будет увидеть, как меняется внешний вид неба через как раз вот это окно. Но таких карт, насколько я знаю, в Новосибирске больше нет, столь большого диаметра. В Планетарии в Новосибирском большом висит меньшая карта, она где-то около метра в диаметре, а не полтора метра, как здесь, даже меньше метра, почти вдвое, наверное, сантиметров 70, которая позволяет то же самое проделывать, но проблема в чем? Проблема в том, что вот эти карты, к сожалению, которые можно встретить в интернете черно-белые, они никем не выверены, неизвестно, чьего они издания. Вот эти карты были изданы, если внимательно здесь посмотреть на выходные данные, помню, они здесь у меня видны, не видны, но суть, там видны, сейчас я покажу. И автором вот этого, этой карты является управление геодезией, картографией Совета Министров СССР. Соответственно, у этой карты были ответственные лица, был научный редактор, были те, кто нес ответственность за ее качество и точность отображения на ней информации. С вот этими же картами, с черно-белыми, лежащими в интернете, непонятно, кто за них отвечает, насколько они качественны и что они вообще из себя представляют в плане достоверности. Кроме того, на самом деле, если мы говорим о полноценной карте звездного неба, то полноценная карта звездного неба должна состоять из трех элементов. Должны быть два круга северного и южного полушария, кроме этого, должно быть нужна еще экваториальная зона, экваториальная часть. И у меня в кружке она была представлена в 70-х, в 74-м году. Воспитанники кружка изготовили такую карту экваториальной части звездного неба. И вот здесь, на этом слайде, она в частности, на этой картинке представлена. Фотография этой карты, выполнена на фанере. И она представляет из себя достаточно большой, подробный элемент, представленный в кабинете. Единственное, наверное, недостаток ее, она не мобильная, она закреплена на стене. И для того, чтобы дополнить эту карту, не хватает, на самом деле, для полного комплекса только карты южного неба. И этот момент нам надо будет с вами запомнить. Дело в том, что когда я начал преподавать в Новосибирском государственном педагогическом университете, я начал искать историю вот этой карты, потому что я выяснил, что их печатала Новосибирская картографическая типография в городе Новосибирске. И они печатали ее трафаретным методом. Последнее издание этих карт, которое мне удалось найти, было выпущено, по-моему, в 97-м году. И с тех пор новые карты не выпускались. И, к сожалению, эти карты выполнялись всего в двух вариантах. Первый вариант, это были 4 листа 82 на 84 сантиметра, которые распространились просто в виде вот таких четырех кусков. Второй вариант, это более дорогой и более сложное выготовление, это когда эти 4 элемента скреплялись вместе с собой с помощью специальной пленки, плотной очень, наклеивались на нее и получалась так называемая такая ламинированная карта, ламинация, которая происходила как раз по лицевой стороне. И эти карты как раз в небольшом количестве у меня в педалиниверситете сохранились. И одну из них я себе даже домой на стену повесил, потому что это одно из практически там 95-го года издания, и после этого их мне в Новосибирске, по крайней мере, новых найти не удалось. И, насколько я знаю, это одни из лучших сохранившихся в итоге на сегодняшний день карт, которые можно найти. После того, как я понял, что вот с большими картами есть проблема, я задумался над тем, что надо как-то восстановить этот тираж. На одной из ярмарок книжных встретил представителей новосибирской картографической типографии и уточнил у них. Они мне тогда рассказали, что эти карты печатались с трафаретным методом, технология устаревшая, и возобновить печать больших полутораметровых карт, у них возможности технической сейчас нет. После этого у меня засела мысль, что надо бы озадачиться собственной картой, задуматься над собственным производством таких карт, ну или, по крайней мере, созданием предпосылок к этому производству. Вторым же важным моментом, связанным с этими картами, был тот факт, что несколько лет назад точнее два года назад у меня появилась группа студентов, у которых был курс наблюдательной астрономии. Соответственно, с ними мы начали тщательно прорабатывать все доступные нам инструменты для проведения наблюдений, в частности, работу, провели подробную работу с картами звездного неба, вот этими небольшими подвижными. И выяснилось, что, когда мы начали с ними проверять вот эти карты, выяснилось, что с ними есть некоторые проблемы. Для чего же вообще вот могут быть нужны такие карты? Точнее, какие задачи они решают? Задачи этих карт очень простые. На самом деле у нас есть три вида, ну, точнее, три блока данных. Первое – это яркость объекта, второе – его внешний вид, третье – это его координаты. И вот сопоставить эти три, собственно говоря, блока информации и должна карта. она должна показать какой яркости, какой объект где расположен. Когда же мы начали проверять вот эти данные по вот этим картам, выяснилось, что, ну, самая распространенная карта была левая, потому что справа есть небольшой недостаток. Я когда первый раз их распечатал, обнаружил, что у них отсутствует обозначение по кругу прямого восхождения, и это не очень удобно, если в классе, в кабинете, на уроках недостаточно часов, чтобы объяснить ребятам правила построения вот этих вещей. Поэтому от этих карт я отказался от их использования и в основном использовал вот эти карты. Но выяснилось, выяснилось, что с этими картами есть большая проблема. Возьмем для примера, сейчас рассмотрим, я не знаю, созвездие Ориона и созвездие Близнецов. И выясняется, что у нас есть очень похожее обозначение. Вот здесь, смотрите, звезда Полукс в Близнецах, Бетельгейзе и Ригель в Орионе обозначены одинаковой звездной величиной, одинаковым диаметром кружочка, который обозначает одинаковый блеск. Но если открыть, если вы откроете справочные данные современные, то вы обнаружите, что у этих звезд совершенно разные яркости. Причем если брать и сверять, то я сейчас прямо назову вам точные цифры. В частности, у Полукса и Кастера, ой, у Полукса звездная величина составляет 1,16 видимая, а у Ригеля и Бетельгейзе она меньше единицы. Соответственно, как-то очень странно, если их соотносят в один спектральный, в одну яркость и туда же относят альфу большого пса, которая вообще минус 1. И вот у меня начали возникать сомнения, мы начали со студентами проверять вот эти обозначения и выяснили, что звезды одинаковые звездной величины здесь обозначены, ну, близкой звездной величины обозначены разными диаметрами, а звезды одинаковые звездной величины разными. В частности, вот здесь Кастер, видите, имеет другой диаметр, но при этом его звездная величина всего лишь наполовину меньше, чем у Полуса. И вот тут возникли даже меньше, там разница примерно в четыре десятых, но они очень сильно их разнесли. И у меня возникли сомнения, мы начали проверять, обнаружилось, что на этой карте очень неточно, очень вольготно авторы обращались с обозначениями яркости звезд. А я считаю, что карта не должна обманывать школьников в этом вопросе. Да, она может быть огрублена, она может быть близки относить к одному, но так вот обозначать одинакового звездного одинакового блеска звезды разными обозначениями, а разные одинаковыми, ну с большей разницей, как-то меня сильно озадачило, и это меня сподвигло на самом деле заняться собственной картой. Тогда я выяснил, что есть замечательная открытая база данных визир, которая находится в интернете, из которой можно выгрузить по заданным критериям объекты, в частности звезды. Там будут современные астрофизические данные, в частности визуальный блеск, в частности расстояние, там координаты точные с сотыми долями, десятитысячными долями градусов. Там будут обозначения их в каталоге Гепарха и много-много других астрофизических данных, в том числе спектральные классы. И тогда я озадачился вопросом, как эту карту превратить в что-то более или менее разумное. Тогда же мне вспомнился момент про то, что у меня в кабинете не хватает еще одной карты звездного неба, в частности южной. И я решил, что заодно озадачусь в перспективе и созданием не только карты северного неба, но и южного. И так появился проект по созданию собственной карты звездного неба. Эта карта на сегодняшний день уже достаточно значимой части решена, потому что на самом деле на карте советской, которая вдохновлялся, мне очень понравилось то, как обозначены спектральные классы звезд. Это очень наглядно и очень удобно визуально сделано. Кроме этого, там значительное количество объектов, кроме звезд представлены точки, точнее радианты метеорных потоков с указанием дат, там очень хорошо показана линия эклиптики разбитая, не только показана ее сама линия, но еще и указаны на ней эклиптические координаты, в частности эклиптическая долгота. Кроме этого, там на советской карте звездного неба, я сейчас вернусь к ней еще покажу, я ее за свой счет отсканировал, думал, буду повторять ее, пытаюсь как-то викторизовать, еще что-то сделать, вот этот скан, он здесь не в очень высоком разрешении, а у меня он занимал, когда я сделал сканирование, 4 листа каждые примерно по 260 мегабайт, то есть около гигабайта, и здесь в частности обозначены шаровые скопления, рассеянные скопления, галактики, очень-очень много данных представлено на этой карте, и я вдохновлялся именно этой картой для того, чтобы представить. Единственное, что меня немножечко озадачило, это то, что здесь звезды начинаются с нулевой звездной величины, хотя мы точно знаем с вами, что есть у нас 4 звезды, включая Альфа-Центавра, которая имеет отрицательную звездную величину, видимо, на нее минус 1 сотая, и кроме этого есть там Арктур, Конопус и Сириус, которые к южному полушарии тоже относятся, и они у нас имеют тоже отрицательную звездную величину, но здесь почему-то начинается с нуля. Я решил, что я это упущение на своей карте исправлю. Также здесь очень хорошо представлены различные объекты, которые можно искать на небе, в частности объекты Месье, и они даже имеют, здесь сейчас покажу, на примере туманности в Большой Медведице, они имеют здесь обозначение по каталогу Месье. Единственный объект, который я планирую добавить на свою карту, который относится к объектам глубокого космоса и не входит в каталог Месье, это рассеянные скопления Хи и Ашперсия, которые для многих любителей астрономии не представление в каталоге Месье является загадкой, почему Месье туда не добавил. Я планирую, что они тоже появятся со временем на моей карте. На сегодняшний день вот эта карта последней версии, она выложена буквально на днях, но была в интернет, я уже несколько месяцев выкладываю. Первую такую карту я изготовил для своей летней экспедиции, которая у меня обычно начинается 10 августа, и такая карта была мной изготовлена на баннерной ткани диаметром 2 метра, была растянута вот таким образом во время выездной экспедиции на базе между деревьями, где мы проводим наблюдения. Вот здесь эта карта представлена как раз вместе со мной, и на ее фоне многие делали сапфи, решив, что это некий аналог пресс-вола в этом лагере, на этой базе. И на карте на сегодняшний день представлены все видимые в северном полушарии созвездия, добавлены астеризмы, причем взяты эти астеризмы из стандартного каталога столариума, а не так, как это было на советской карте, когда от большой медведицы в частности представлен только большой ковш, а весь астеризм большая медведица отсутствует. Я решил, что я возьму полный, не буду их обрезать. Кроме этого, я также, как и было на советской карте, представил звезды ярче третьей звездной величины по их спектральным классам, причем, так как я использовал современный каталог, то у меня не только основные спектральные классы, но и дополнительные представлены здесь. Я их здесь ввел в единую палитру, возможно, позже я их тоже разбавлю. Это еще пока окончательно не решено. Данная карта как раз позволяет в точности определить, как спектральный класс, так и с шагом в половину звездной величины определить блеск звезды и определить ее местоположение, причем я использовал опять-таки особенность советской карты, когда часовой круг прямого восхождения разбит не только на часовые сектора, но еще и представлены десятиминутные риски для более точного определения прямого восхождения и в отличие от карты представленной в интернете в черно-белом варианте с шагом в 15 не в 30 а в 15 градусов представлены круги прямого восхождения круги склонения. на основе этой карты делается две версии цветных и черно-белых карт до четвертой и до пятой звездной величины. Разница в том, что не у всех принтеры позволяют даже в черно-белом варианте печатать звезды представленными небольшими точками на этих картах. Даже на черно-белых картах у меня также присутствуют сейчас принтеры у нас хорошего качества, лазерные практически все черно-белые и они позволяют эти риски тщательно пропечатать. Таким образом карты представлены и для тех классов, которые могут цветные печатать карты и для тех, которые могут только черно-белые. Насколько я знаю, цветной варианте карту для формата А4 мной была представлена впервые, до этого так никто не делал. Этой картой можно пользоваться, она лежит уже с сентября месяца, к началу сентября сделал первую версию, это сейчас уже третья версия, версия 1.3. В конце, в правом нижнем углу в карте представлена ее версия, указана дата ее опубликования, то есть дата ее сборки и исходные данные, по которым строится. если вы находите на ней неточность, можно воспользоваться QR-кодом в правом верхнем углу, написать мне, где, какую неточность вы нашли, чтобы я ее в следующей версии исправил. В частности, у меня в одной из версий случайно съехало, я когда подгонял в удобные места название созвездий, в одном месте опечатался, и у меня, по-моему, ящерица залезла в Андромеду. Мне указали на это студенты, и я упомянув, что это благодаря им проведена корректировка, как раз исправил таким образом карту. По этой ссылке или по QR-коду можно скачать эту карту, но и небольшой сюрприз, сделанный для сегодняшнего семинара, я буквально позавчера доделал карту Южного Неба. На сегодняшний день в полной большой версии она у меня готовится в векторном варианте, печать можно любого формата делать, но это отдельно обсуждается, потому что она пока еще не полноценная, в ней не хватает объектов глубокого космоса, как хотелось бы, но она уже подходит для работы, у нее уже присутствуют все необходимые элементы, указаны по тому самому Байеру проименованы звезды, начиная от третьей звездной величины на подробной карте и начиная от второй звездной величины на картах собственно говоря от формата А4. Карты формата А4 с разрешением 300 точек на дюйм выложены в виде PDF по вот этой ссылки вот по этой ссылке можно скачать собственно говоря как я и обещал доклад у меня не очень получился длинный спасибо за внимание я готов ответить на вопросы по работе с картой по ее использованию или по тому как можно такой картой обзавестись так видимо я модератор поскольку Катя там занимается техническими вопросами голосом Оля Смолянкина пожалуйста спасибо тебе за интересный доклад и за кое-что почерпнуло кое-что не знала действительно но и за твою работу тоже и у меня такой вопрос скажи пожалуйста была ли и решена ли проблема с подвижным кругом ну то есть понятное дело что допустим когда повесить на стену карту это очень здорово но допустим старые советские я помню они шли в комплекте с кругом его же нужно обрезать для большой карты на сегодняшний день круг задачу с кругом я просто еще не добрался до нее для карт малого диаметра я подогнал просто взятую в интернете масштаб там шага да она подогнана по размерам если их печатать вместе на одном принтере и в сборках если вы посмотрите по ссылке и по той и по другой в пдф варианте добавлен как раз круг от той карты которая представлена в интернете в круге то неточности нет он достаточно точный мне вот я вот почему спрашиваю у нас в кружке как-то вот завалялись старые немецкие карты и вот они были хороши да старые немецкие и старые наверное уже российские карты пластиковые на которых подвижный круг был оснащен еще и первым вертикалом вот ну то есть понимаешь да то есть там и главный меридиан небесный и первый вертикал они оба присутствуют и это очень полезно потому что на самом-то деле зенит не совсем в центре вот этого окошечка и когда мы ведем учебное занятие это важно и вот хочется как-то рассчитать эту вещь ты как-то решал этот вопрос или может быть он на перспективу у тебя есть он на перспективу лежит на самом деле я честно поясню по поводу рассчитал на самом деле вот здесь эклиптика представленная вот здесь на карте она честно рассчитывается это на самом деле я честно сознаюсь это не кривая линия это очень-очень часто там больше тысячи точек взятый многоугольник по кругу ну то есть честно рассчитываются координаты эклиптики на небесной сфере для вот этой карты то есть она строится там же честно рассчитаны вот эти вот точки с градусами по ну вот с шагом в 10 градусов они честно рассчитаны по этому кругу ну то есть это все считается программой которая строит карту и я планирую когда сядусь честно посчитаю математику сделать точно такой же расчет для кругов ну для кругов как правильно сказать небесного горизонта а для горизонтальной системы координат ну по сути да по сути же мне надо просто сесть и рассчитать положение точек горизонта на фиксированное время то есть мне надо просто взять и посчитать точки горизонта для заданной широты на карте ну по карте вот пока просто не добрался сесть и спокойненько написать эти уравнения и запрограммировать то есть и тогда а тогда дешевле пожалуйста потому что она есть вот здесь сейчас я покажу на карте советской это же есть оно представлено было сейчас я отмотаю чуть-чуть назад вот сюда вот вот здесь они представлены если внимательно посмотреть они вот здесь бледно-желтым вот они представлены эти самые круги по которым вырезается трафарет то есть вот они тогда Дима прими пожалуйста поскольку ты все равно эту задачу будешь решать наверняка решишь ее виртуозно тогда прими пожалуйста такое пожелание дело в том что вот эти все сам подвижный круг его ведь можно распечатать на прозрачной принтерной бумаге для лазерной печати и это значит что на ней можно например нанести да альмукантораты можно нанести туда и это будет мне кажется это будет возможно может избыточная но мне кажется нужно попробовать ну я посмотрю может быть да я посмотрю может быть я доберусь у меня действительно была мысль так как у меня планировалось сотрудничество с компанией которая смогла бы натянуть вот эту карту на круг какой-то пластиковый или фанерный подвешенный на двигателе с часовым скоростью вращения когда оборот за 24 часа делается или за там с ускоренными какими-то перемотками вперед-назад под пленку под аркстекло в том же варианте в котором сделано это у меня на самом деле честно скажу вот здесь у меня нет не представлен накладной круг но в накладном круге найти точку зенита не сложно для этого же достаточно соединить точки север-юг и запад-восток и тогда точка зенита определяется однозначно на том круге накладном который я прикладываю не совсем так не совсем так на самом деле нет не совсем так дело в том что там первый вертикал инкридион должна быть дуга и она не будет ну короче вот прими пожелания просто я планирую это делать когда буду делать эти вещи для перехода от горизонтальной к экваториальной системе да я все это сделаю просто надо добраться и заняться этим вопросом это на самом деле большая дилемма я помню я не помню с Марией или с тобой мы обсуждали этот вопрос а за что хвататься то ли за дипскай то ли за за все сразу правильный ответ за горизонтальную систему то ли так руки-то одни этим занимаются на самом деле ну что ж ты первую задачу самую главную к сентябрю я решил карту для за которую я готов поручиться и сказать что вот у нее качество достаточное чтобы там я поставил под ней свое имя и сказал что я за нее несу ответственность я к первому там к началу сентября выложил чтобы учителя могли пользоваться по крайней мере ну вы так скажем информации которой так или иначе можно доверять то есть это была первая задача это в любом случае очень круто так что спасибо тебе большое карты чужного неба я честно скажу по этой ссылке они еще больше нигде это первое место где я показываю эту ссылку вот можно там сотовый телефон навести по QR-коду посмотреть они пока еще больше нигде не представлены вот эти четыре варианта карты так же как и варианты для северного полушария представлены ну то есть они бесплатно их можно печатать по моему там разрешение позволяет без артефактов печатать до третьего формата то есть 300 точек на дюйм насколько я знаю это избыточный для четвертого формата для лазерной печати при 150 точках уже достаточно хорошее качество печати ну хорошее качество изображения получается то есть просто я дальше планирую что вот эти большие круги можно будет распространять и вешать ну как настенную карту то есть она разрабатывалась в том числе как настенного материала потому что вот у меня в экспедиции вот эта карта звездного неба которая вот здесь представлена мы ей пользовались как материалом во время работы то есть я школьников своих в экспедиции они такие а вот там что за звездочка была я говорю отлично сейчас запомнили соседние звезды сходили посмотрели там либо с фонариком сбегали до карты проверили как она что это такое либо там запомнили утром посмотрели или заранее определили какие объекты хотим посмотреть проверили что видно их не видно то есть это была очень хорошая такая тренировка ногами дети лучше запоминали через эту беготню что где находится на небе тем более я шутил по поводу там одной астрошколы у нас говорю давайте напечатаем пятиметровую расстелим по полу будем смотреть как дети по звездному небу полную баннерная ткань она же очень выносливая Дима черного варианта нету вот наоборот инвертировать да можно наверное сделать единственное что ее же печатать дороже да ее печатать сложнее это да но если для типографии то вполне реалистично то что вот как вот сзади на стенке у тебя висит там как раз обычные да такие как бы более атмосферные нет без проблем Маш инвертировать вот сделать цвета наоборот я понимаю да только она для печати должна быть наверное как по другому подготовлена потому что там будут белые эти точки не везде видны может быть там надо как-то в общем это ну я честно скажу я такой вариант не делал просто потому что исходил из того того той ситуации что это печатать некоторым учителям за свой счет далеко не все ну это все понятно это такой рабочий вариант для использования да да спасибо я делал в первую очередь все-таки некий инструмент для коллег которые по всей стране маются с неточными самое веселое когда у нас сейчас в педуниверситете открывали кванториум очень такое пафосное было нам там телескоп хороший купили мною с этим телескопом все размахивали я обнаружил вот карты звездного неба с пленкой красивый и вот с вот вот тем вот неправильным вариантом я не знаю кто его берет кому принадлежат на него авторские права как вообще издательство их и с этим обращаются вот может быть никто они берут просто что есть у меня есть подозрение что эта карта идет ногами откуда-то из советского союза еще потому что я эти карты видел в варианте там чуть ли не 90-х годов печати то есть вот именно вот эту карту ну вот эта карта кстати появилась по-моему не мне кажется где-то в начале нулевых ее еще не было она попозже появилась вот в интернете она везде я в какой-то момент ее скачала и это был типа что-то 2005 что ли год ну то есть а сначала их не было вот я помню что первый вариант я печатал какие-то другие карты еще давно ну вот мне тоже интересно откуда растут ноги у вот этой карты потому что она вся весь интернет заполнен вот там где надо черно-белую напечатать на листочках там еще у нас вопросы есть может быть мы к вопросам немножко сейчас вернемся если можно да давайте к вопросам вернемся а кто-то до меня еще руку поднимал я свое пока отложу Надя Ляпсина пожалуйста вопрос здравствуйте спасибо что дали слово спасибо большое за интересный доклад у меня вопрос такой тут уже немножко было упомянуто про вот ваши выездные мероприятия хотелось бы от вас как-то не знаю можете рассказать про свой опыт личный в преподавании как именно вы используете карты подобного вида разных размеров ну то есть какие вот конкретно виды занятий ну хотя бы несколько примеров приведите где вы используете эту карту где именно такой формат карты удобнее для как-то вот работы смотрите у меня есть спасибо большое за хороший вопрос на самом деле очень важный момент потому что я считаю что школьник должен уметь не только определять ну вот давайте по аналогии с глобусом или с картой обычной нашей да географической какие задачи решает физическая географическая карта когда мы говорим про какие-то города еще что-то первое это расположение города второе его численность населения ну и название города ну или пальцем что за город где расположен какие у него координаты то же самое абсолютно аналогично должна уметь решать карта школьник должен по карте уметь находить по то есть я большой картой больше как демонстрации использую которую видно издалека а при этом школьникам раздаются вот эти маленькие варианты карт и школьник должен давайте сейчас я делаю интересный момент я специально подготовил такие штуки то есть я говорю школьнику что вот давайте найдем там я не знаю альфу девы иногда даю если я знаю наизусть помню название да там название и собственное имя этой звезды тоже должен школьник должен уметь определить что ее там координаты по прямому восхождению 13 часов там 25 минут по склонению там около 10 градусов и это все он должен делать с помощью там просто линейки он берет линейку прикладывает к центру карты прикладывает к звезде утыкается либо в небесный экватор либо в край карты там по этой определяет прямое восхождение по далее если мы прошли не только координаты но и блеск звезды то он может определить ее блеск используя таблицу вот здесь представленную в углу да по яркости звезды причем если это карта вот формата А4 то там указаны с шагом в одну звездную величину причем я чтобы не было разночтений указал что это диапазоны до минус одного да то есть если бы стояла просто здесь там ноль то это пойди угадай это от минус половины до половины от нуля от минус одного до нуля или от скольки до скольки я решил что я буду вот таким образом представлять звезды и третье у меня есть спектральные классы а значит школьник может определить не только яркость звезды но еще и температуру ее поверхности и можно проверочное ну в какой-то какой-то в каком-то задании ну как скажем повысить градус скажем сложности задания да дав школьнику не готовые характеристики звезды а дав ему карту звездного неба и дав название звезды и он должен показать что он имеет обладает навыком поиска звезды на карте окей спасибо и у нас следующий вопрос от Натальи Дмитриевой пожалуйста спасибо меня слышно да да Дмитрий роскошная работа спасибо очень интересно у меня вопрос такой вот та карта которую вы показывали которая как баннер огромная такая да да вблизи вернитесь я сейчас вопрос я не увидела название ярких звезд вы могли бы мне кажется вставить на такой площади или это сознательно я сознательно не пишу название звезд потому что секундочку на оригинальной карте их не было на самом деле это кажется что здесь немного информации если вы посмотрите давайте я вблизи вот эту же карту это она же но смотрите она очень загромождена на самом деле на ней постепенно появится больше объектов я планирую добавить объекты глубокого космоса я планирую добавить метеорные потоки радианты да радианты метеорных потоков здесь даже альфа это у вас нет или есть почему я говорю по байеру смотрите на сегодняшний день у меня начиная с третьей то есть с третьей звездной величины появляется спектральный класс звезды и появляется ее собственное именование ее по байеру есть я пробовал сделать до четвертой звездной величины ну получается ну несколько более перегружено в принципе может быть можно это такой вопрос визуального баланса то есть вот видите поясе Ориона обозначен просто я насколько вот я как педагог тоже мы со звездными картами работаем с ребятами они же запоминают тем самым название звезд или ищут знакомые звезды и это всегда хорошо вы знаете где на практике реально да вы знаете где на практике реально можно посмотреть где нужны на практике названия звезд вот именно на практике я встречал всего одну ситуацию когда реально надо знать что там альфа я не знаю эридан называется ахернар что альфа ориона это бетельгейзе бета ригель или там я не знаю где звезда арктур сириус и так далее вот в реальности мне на практике пригодилось это именно ну кроме того чтобы так скажем блеснуть знаниями эрудиции в практическом применении один раз на самом деле когда я сейчас не про олимпиаду я именно сейчас про олимпиадные знания я давайте немножко я просто комментарий увидел я сейчас не про олимпиадные знания я сейчас про практические когда вам это нужно в жизни в какой-то ситуации вне урока это нужно на самом деле только для одного когда вы ставите монтировку серьезную телескопа, которая с автовидением в каталоге, вот в пультах монтировок, в каталогах приведены не Альфа-Ориона, там приведена Бетельгейзер. Ну да, Гоуту надо настраивать. Я не про то, Дим. Можно я свою точку зрения выскажу на этот счет? Мы с вами, наверное, ставим разные задачи педагогические, потому что я, например, считаю, что если звездное небо для детей станет близким, родным, и они выходят на улицу и называют Бетельгейзер, Ригель, Ураль, Дебаран, там рядом Марса, посмотрите, Капелла. Это классно, это прям друзья у них на небе. Ну, согласитесь, мы же с вами знаем эти имена, мы рады, что они там над нами сияют. Это тонально великолепно, на самом деле. На самом деле, интересный момент, я подумаю над этим. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что каталог, с которым работает программа, давайте я просто вот, чтобы не ходить далеко, я сейчас просто вам его покажу. Он англоязычный. Я вот сейчас отключу трансляцию там и покажу, как выглядит каталог, с которым работает программа. Он вот такой. Вот у меня каталог, который непосредственно обрабатывает скрипт, обрабатывает моя программа. Ну, давайте я сейчас увеличу. Я поняла. То есть, здесь нет имен? Здесь есть имена. Нет, здесь есть имена. Вот они. А, в скобочках. Да, да, да. Они в скобочках, во-первых. Во-вторых, я буквы-то вот эти извлекаю очень хитрым способом, чтобы обозначить бета, гамма. На секундочку, я поясню. На карте звездного неба, вот в каталоге восемь тысяч восемьсот звезд. Вот на карте, которую я показал большой, семь тысяч двести девяносто четыре звезды в северном полушарии и семь тысяч пятьсот восемнадцать в южном. Ну, получается, у вас карта в помощь телескопическим наблюдениям, да? Ну, подробное вообще-то увидишь. У меня был проект, я этим вот недавно его завершил. Здесь присутствовал Антон Балацкий вчера. Я не знаю, сейчас он есть, нет, я не успел посмотреть. Вот, Антон лично мне рассказывал, как он с детьми наблюдал седьмую с половиной звездную величину. Позавидовать только Антону. Он живет достаточно в... на Чукотке живет, и это очень маленький населенный пункт на Чукотке, и он мне просто рассказывал, что они вот так вот в зените седьмую с половиной звездную видели. Поэтому это не только для телескопистов. Для телескопистов надо делать до двенадцатой звездной. Там уже специфические карты идут поисковые. Услышала вас, поняла, спасибо. И второй момент, если можно... С звездами я подумаю. Я на самом деле сейчас больше склоняюсь к другому моменту. Я знаю, что у нас в прошлом году был представитель Израиля на семинаре, и у меня есть друзья в Казахстане, и у меня пока есть задача не проименовать звезды, а локализации сделать с названиями созвездий и месяцов календарным кругом под разные страны. Перевести его, чтобы это можно было предложить коллегам других стран, сделать название, например... Мне кажется, кстати говоря, не менее ценно сделать название на латыни, например, тех же знаков зодиака... Ну, тех же названий созвездий. Да, это было бы интересно. Я еще хотела спросить... Дим, у вас нет млечного пути, это тоже сознательно? Нет, это не сознательно. Проблема с млечным путем следующая. Я над ней голову ломаю уже, собственно, с сентября месяца. Вы знаете, как автоматизировано изобразить млечный путь? Нет. И я не знаю, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что это картинка. И я пока не придумал, как то ли ее руками самому нарисовать, все есть. Я все-таки не художник, я немножечко программист и учитель, математик, физик, преподаватель астрономии, программист. Вот. Что-то на стыке вот этих компетенций. И у меня нет представления, а как правильно нарисовать млечный путь. Потому что я понимаю, что для советской карты, что для той карты это просто сел какой-то художник, нарисовал такую кляксу своим волевым решением. Ее просто разместили и все. А как вы относитесь к планисфере, которая делает геоцентр? Такая синяя с желтеньким краешком. Не знаете такую карту? Планисфера, подвижная карта звездного неба, темно-синий фон, как раз тут очень разные звездные величины. А где нет границ созвездий такая, да? А нет границ созвездий, в которой? Нет. Да, границ созвездий, да, это минус большой, согласна. Ну вот. На самом деле, я ее, кажется, на ранних, когда готовил свою карту, я осмотрел разные виды представлений звезд. Я перебрал тогда много разных, и вот как-то я все-таки решил, что мне больше всего и удобно показалось именно вот представление вот этой советской старой карты, которую я ее специально себе на стену повесил, чтобы ходить на нее и вдохновляться. То есть у меня возникали какие-то сомнения, а правильно ли я делаю на своей, я вот поворачивал, вот у меня просто вот там на стене справа, видите, уголочек. Вот, я ходил на нее так, оборачивался, подходил к ней, смотрел, как сделано на ней, и делал, как на ней. Потому что эта карта, ну, для меня выступала не то чтобы в роли такой иконы, но... Эталон. Эталон, да. То есть я по ней смотрел, а как же авторы решили, потому что чем-то же руководствовался в то время, а так даже нельзя было взять и сделать, как я хочу. То есть там наверняка целое, ну, не то что исследование, но там ни один, я думаю, человек не нес ответственность. Там очень много информации по тому, как пользоваться этой картой. Я вот еще этого пока к себе на карту не перенес, но вот здесь в правом нижнем углу есть упражнение с демонстрационной картой звездного неба. Дим, спасибо большое. Я вижу, еще вопросы ждут. Спасибо вам за ответ. Спасибо большое. Дальше тогда идем. Маша, ты сейчас хочешь сказать или после вопросов? Нет, могу сейчас, да. Я тут воспользуюсь тем, что я один из тех людей, которые проводят этот семинар. Мы хотели еще одну лекцию добавить в этот семинар, как раз мою, по поводу использования подвижных карт звездного неба на уроках, но она у нас в программу как бы не влезла. Лекция моя, записанная в записи, она есть в Ютьюбе, не в открытом доступе, а вот по ссылке. Я ее сейчас в чат отправлю. Это лекция, которую я читала для курса повышения квалификации учителей, которые мы делали с ЦПМ в этом году, с Центропедагогического мастерства Москвы. И эта лекция будет полезна. Ну, в принципе, можете все ее посмотреть, но кто, например, с подвижной картой работает мало или хочет каких-то дополнительных задач, которые можно с ней делать, я вот вам, ну, тебя рекомендую. Я единственное использую там для примера не самые лучшие карты, потому что карты Дмитрия у меня тогда еще не было. Вот. Но как бы это не очень важно для решения задач. Там просто демонстрационно я несколько штук использую. И там как раз есть задачи, вот то, что Ольга говорила, по картам, на которых накладной круг тоже имеет сетку горизонтальной системы координат, и там есть задачи, связанные как раз с этой сеткой. И вот я тоже очень люблю именно такие карты. С ними сразу как бы горизонт вариантов решения задач увеличивается. Единственная их проблема вот из моего опыта, что они, у них очень маленький срок жизни. Если их реально давать школьникам в руки, я не знаю, как новосибирские школьники, на московские школьники, с которыми я работала, после там 10 раз использования, эта пленочка как бы немножечко превращается... Мария, на самом деле есть очень интересный вариант. У меня в педуниверситете был вариант... Сейчас я вот просто отправляю ссылку, чтобы вы ее не потеряли сейчас. Я ее тогда в СДО тоже прикреплю в теории, чтобы она там и сохранилась. Смотрите, пользуйтесь. Ее можно будет добавить, и в ней будут все вот эти ссылки, они активные. Это интерактивная же лекция. Соответственно, я могу ссылки эти вот, которые здесь у меня приведены были в слайдах, скинуть, чтобы их в СДО отдельно добавить на северную и на южную карту. Да, 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 да. Это вот все тогда Кате можно присылать, и мы тогда отдельным текстом там ссылки выложим все. А по увеличению долговечности у меня в педуниверситете сделано это следующим образом. Там долговечные карты изготовлены из оргстекла. Там делается снизу подложка, над которой диск вращается с картой, а сверху экран, сделанный из полсантиметрового оргстекла. Ну вот это да, это работает, да. У меня просто тоже в свое время достался какой-то набор советский вот этих вот с тонкой пленочкой, очень классного качества, но седьмой класс у меня был, а седьмой класс и аккуратность это вещи несовместимые. Там и Глобус-то не жил больше, чем один учебный год. У меня есть мысль добраться и сделать шаблон под фанерную резку. Сейчас много таких штук. Сейчас во многих школах стоят координатные столы. И в принципе, и вот эти подложки сделать, из фанеры вырезать лазером и наклеить карту и повысить таким образом долговечность, это раз. Ну и, кстати говоря, и оргстекло они тоже отлично режут. А можно же и прямо на фанере, собственно, карту саму донести. Там есть некоторые сложности. Я пробовал адаптировать. Просто будет разрешение очень большое, там все-таки как бы только самые крупные, может быть, объекты. Нет, можно, можно те же круг 20 сантиметров, это тот же самый формат А4. Ну да. Соответственно. А там... Окей, все про будущее сейчас, Дмитрий, просто у нас там еще ряд вопросов, давайте вернемся. Я свою лекцию прорекламировала, давайте... Мы можем долго... Давайте вернемся, да, то прям уже как технологи начали что-то изготавливать резко, выбирать материал и так далее. Я понимаю, все увлечены. Это очень здорово. Да. Так, продолжаем тогда. У нас снова вопрос от Надежды Ляпсиной голосом. Слышно меня? Да. Ага. Вот у меня вопрос, я не знаю, может быть, как-то пропустила. У меня, к сожалению, трансляция очень мутно показывается. Какая у карты предельная звездная величина вопрос? И хотела добавить комментарий по поводу, зачем нужны названия звезд на картах. Ну, здесь можно сказать, что подавляющее число современных астрономов на больших телескопах не знают даже, где какое созвездие находится, им это не нужно. Им достаточно просто координат и каталожное название звезды. То есть, как бы, можно отказываться от разных... Зачем нам знать, где какое созвездие? Тоже можно... Там даже не каталожное название, а каталожный номер. Причем, вот у меня в базе данных, которые я показывал, это первый столбец там по каталогу Гепарха, который один из самых крупных. Но разные используют каталоги, просто есть название вот это вот из каталога, которая там вот цифра, там буква или еще что-то. Ну, в зависимости от того, что используется. Просто можно упрощать. Вопрос философский. Зачем нужны названия звезд? Это вот из тяжелых вопросов. Нет, на самом деле, для того, чтобы запоминать лучше и присваивать, да, это очень хорошее. А по предельной звездной, смотрите. Я же показывал. Давайте еще раз покажу. Я просто говорю, что у меня картинка очень мутная и не видно. Я понял вас. Смотрите, на большой карте я до шестой с половиной звездной. В принципе, я ограничился шестой с половиной, решив, что довольна. А так как на А4 я экспериментально просто проверял, там есть два варианта. До четвертой и до пятой звездной. Спасибо большое. В зависимости от того, насколько вам хочется. Ну, то есть, просто там сильно отличается количество звезд. До четвертой звездной там их около пятиста, но чуть меньше, там чуть меньше пятиста. А до пятой звездной их уже около тысячи трехсот. А для переменок вы какой блеск брали? А? А для переменок? Для переменных брал средний, который указан вот в каталоге Визир. Все, понятно. Спасибо. То есть, я там для Бетельгейза, для сравнения могу сказать, если вот интересно. У Бетельгейза у меня была 0,45. В частности, одна из самых известных переменных звезд. Да, все понятно. Спасибо за ответ. Так, спасибо. У нас 15 минут до перерыва и до возможности перейти в Zoom, чтобы послушать лекцию Ивины Ван Дисхок. Дисхок, давайте тогда, раз голосом вопросы закончились, посмотрим, что у нас в чате. В чате у нас все просят ссылку на обе карты, и частично тут кто-то уже что-то ответил. Но в любом случае у нас будет запись, и, как уже Дмитрий сказал, мы получим от него эти ссылки, разместим в СДО. Вы все это сможете увидеть там в дополнительных материалах. Так, а что у нас с вопросами? Давай я задам, мне открыто. Значит, тут такой вопрос от Сергея Адельханова. С отечественной картами ситуацию понятно, вы обрисовали, а есть ли возможность заказывать зарубежные карты на Алиэкспрессе и так далее? Может быть, знаете? В смысле зарубежные карты? Ну, вот человек спрашивает, можно ли, например, на Алиэкспрессе... Я не знаю, что такое зарубежные карты, вот я поясню. Просто я не искал, честно скажу, так как я не встречал, к сожалению, нигде в своем преподавательском опыте карт лучше, чем советская, вот эта настенная. Ну, это ответ. В данном случае это ответ. Если кто-то знает, может быть, поделится. Я тоже, кстати, я тоже не знаю, как ты из своего опыта все, какие находила, все были в итоге русскоязычные. Я находил на латыни, нет, я находил с латинскими названиями, но я не скажу, что они были... Наверное, имеется в виду все-таки планисфера, то есть то, что можно купить или заказать, это все-таки обычно не карты, это, наверное, имеется в виду здесь планисфера, которую можно купить в большом количестве там на Алиэкспрессе. Я не знаю, я не смотрел. Ну, у латинскими планисфер, да, у меня тоже, вот как у Оли, есть... Оль, я же, по-моему, тогда, когда ты приезжала, показывал свои, которые вот с этими, с линиями высоты, да, но я не встречал их в электронном виде, то есть под заказ, да, но дорого. И, как бы, штука в том, что их страшно закупать. Действительно, школьники такие школьники. Следующий короткий вопрос, северное полушарие векторное или растровое? У меня изначально все векторное, но то, что я выкладываю в открытый бесплатный, так скажем, доступ, оно уже растеризовано. Спасибо. О разрешении достаточно до, там, от третьего формата печати, так что вполне. Так, тут вопрос от Антона Балацкого, как раз в доступе карты для индивидуальной работы. Большая карта, это будет коммерческий проект? Да, большая карта, я планирую их печатать коммерческие, причем я доберусь до накладных вот этих кругов и по каждому населенному пункту сделаю, потому что вот Балацкому, я точно знаю, наши 55-градусные не подойдут. У него несколько севернее. Там свой накладной круг должен быть совершенно другого внешнего вида. Так, да, спасибо. Значит, вопрос от Натальи Гамулиной. Сколько времени вы рекомендуете уделять в 11 классе на изучение подвижных карт «Свездного неба»? Один урок или больше? Или это только для дополнительного образования? Ну, я бы сказал, что один урок к минимуму, потому что современный ребенок, который не умеет читать карту, это какой-то очень странный, недообразованный ребенок. Вот, соответственно, я считаю, что один урок, как минимум, объяснить, как пользоваться, причем желательно с алгоритмом определения координат под запись. Или там прямо представленную, вот как я учу своих школьников, давайте еще раз покажу, потому что это очень важный момент, на самом деле, по работе с картой. Я не акцентирую. Это есть и вот в моей лекции, это тоже есть, в принципе. Как точно определить? Нет, просто, Маша, я не знаю, у вас там представлено, нет? Как повысить точность? А, нет, ну, я там до такой подробности нет. А я все время с студентами сел и разработал, как с помощью просто взяв в руки, если взять в руки линейку, как можно получить точность там в 2 градуса и в несколько минут. И транспортирную, наверное, еще, да? Нет, транспортир не нужен. Не нужен транспортир. А, даже без транспортира. Без транспортира. Я сейчас поясню, как. Вот смотрите, давайте на примере, сейчас я вернусь к северной карте, на большой просто, ну, хотя без разницы. Вот давайте на вот это до пятой звездной величины. Вот смотрите, мне нужно определить координаты, я не знаю, вон, ригеля. Да, вот берем ригель. Я беру линейку, прикладываю ее от центра карты через ригель, чтобы прошло, и смотрю, куда упирается в круг прямого восхождения. Так как у меня здесь шаг в 10 минут вот этих рисок промежуточных, их здесь 5, чтобы... Не, ну, если с таким кругом, то да, на обычной карте там в 1 час. На обычной карте залегку можно на 4 части поделить. Там точность будет не 10, а 15 минут. На 4 части делится на глазок. Но нет, в этом смысле на глазок можно повысить. Найти серединку. А какой глазок? Нет, ну, на 4 части любой школьник поделит на глазок. Я вот о чем. То есть делится пополам, потом еще пополам, и у вас уже шаг 15 минут. Когда вы провели линию, если вы использовали линейку, просто линейку, которая позволяет прямую линию без... Ну, то есть она даже может быть совсем стертая, просто край там, я не знаю, учебника. Взяли, приложили, провели через него, уткнулись, увидели, где, куда попал, а поделили там с точностью. Уже 5-минутная точность по прямому восхождению. Если взять полноценную линейку, то у вас так же проводим прямую, но у нас вот здесь решается задача пропорции. Мы берем вот это расстояние вот отсюда досюда. Это 15 градусов на моей карте, или 30 градусов на той карте, которую я пытаюсь сейчас убрать, ну, то есть заместить в интернете, да, и вы решаете задачу о пропорции, и можете определить, что вот у вас вот на этом расстоянии это треть, и уже 10 там градусов плюс-минус. Ну, да, это уже, да, хорошо, да, все понятно. Спасибо. Нет, и это повышение... Да, просто еще, Дим, еще несколько вопросов. Я боюсь, что у нас 8 минут, и нам надо еще будет переключаться на другую программу. Тут просто отдельно ссылку на Северное Небо, но это... Я ссылки подготовил, вот, пожалуйста. Все ссылки будут, да. Все ссылки будут, если есть сейчас возможность отправить в чат. Так, так, дальше идут комментарии. Я читаю только те, которые написаны вопросы лектора, потому что иначе это слишком... Тут много всего. Так, ну, там есть куча благодарностей, участвовала так, да, да, да. Вроде я... Миша, ты не видишь больше вопросов? Нет, вопросов там больше нет, там комментарии и кто-то какими-то ссылками делится тоже полезно. А, как технически... Сейчас, вот, как технически рекомендуете распечатать свои карты? Они очень большие. Я так понимаю, что есть там вариант для А4. Подождите. В смысле очень большие. Еще раз, можно коротко, очень коротко для тех, кто будет печатать, какие есть варианты. Вот прям совсем... Вариантов там 4, там лежит 4 файлика, 4 PDF. Так. Это вот, вот они сейчас представлены на слайде. Четвертая, пятая звездная предельная. Слайд не видно, слайд не видно сейчас. А, прошу прощения, сейчас я отключу. Сейчас давайте еще раз. Можно по названиям файлов. А я сейчас поясню и с названиями файлов. Так, стоп, вот это. А то я в рекурсии ударюсь. Смотрите. Вот файлики. Четвертая, пятая звездная величина. Слева четвертая предельная. Вот они. Там представлены. Если вы откроете, видно вот здесь до четвертой. Вот здесь до пятой звездной величины. Соответственно, плюс цветная и черно-белая. Каждая из них. И каждая на формат А4. Любую из них можно напечатать на формат. Да, каждая из них там. В каждом из файлов две страницы. Вот это и накладной диск. И они все подходят подпечатать на А4. Вот это просто надо, чтобы их зафиксировали. Да, да, да. А там же прямо написано А4. Слушайте, давайте. Да, да, да. Нет, ну тут надо просто пояснить окончательно. Я сам проверю. Вдруг. Да, там написано как раз А4. Там написано М4 или М5. Это звездная величина. И там написано А4. А буковки БВ, Black, White, черно-белая. Хорошо. А тогда еще, соответственно, может возникнуть вопрос, а есть ли вариант на А3? На А3. Эти карты можно теоретически печатать на А3 формат. А, и должно все получиться нормально. Я не проверял честно, но я объясню. У этих карт разрешение 300 точек на дюйм. Соответственно, насколько я знаю, этого достаточно, чтобы напечатать и до А3. Просто я не гарантирую, что у вас на вашем принтере все будет хорошо. Вот и все. То есть печатать А3 формат для раздачи школьникам, ну, такое странное. Вроде мы ответили на вопрос, потому что он тут был несколько раз задан. Так. Вот там в конце спрашивают, каким программным обеспечением, какое я использую. Я написал собственную программу, которая берет вот ту базу данных, которую я показал, таблицу. Ну, то есть я просто в Excel открыл, а вообще это так называемый Coma Separated Values, это CSV файл, в котором все через запятую. И он, программа ее обрабатывает и превращает в этот самый вот векторный файл, который я открываю и делаю из него там PDF-ки, картинки и все прочее. Так, ну, мне кажется, что мы уложились с вопросами. Всем огромное спасибо за дискуссию. Если еще будут вопросы, можно будет пополнить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok